Здравствуйте, в эфире Новый день. Мы продолжаем изучать новинки отечественного автопрома. В начале этой недели АвтоВАЗ представил новые комплектации кроссовера Ladex Raycross. Разработчики уверяют, некоторые идеи получили свое воплощение впервые в истории марки. Компактный кроссовер получил беступенчатую автоматическую трансмиссию, а также мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Инженеры постарались сделать так, чтобы на этом автомобиле можно было комфортно ездить как в плотном городском потоке, так и на загородных трассах. В автомобиле представлен двигатель производства Альянса Рено-Ниссан объемом 1,6 литров в 113 лошадиных сил. Автомобиль сохранил многие характеристики, которые вызывали положительный отклик среди водителей. Здесь по-прежнему высокий клиренс, 17-дюймовые колеса с литыми дисками, система электронного контроля устойчивости с функцией автопробуксовки. Однако самое интересное автолюбителей ждет в салоне. Одна из ярких новинок автомобиля Lada X-Ray Cross – это новая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В новой мультимедийной системе появилась функция управления голосом. Как она работает? Подсоединяем смартфон через USB кабель. Все изображение смартфонов, все ярлыки переводятся у нас на мультимедийную систему. Экран мультимедийной системы разработчики постарались сделать ярким и контрастным. Благодаря этому изображение с него можно увидеть при ярком солнце. Вы можете, не отвлекаясь от дороги, управляя голосом, проложить маршрут или позвонить какому-либо контакту у вас в телефоне. К примеру, привет, Сири! Позвонить Диме Техник. Звоню Диме Технику. Не отвлекаясь от дороги, также мы можем проложить маршрут до какой-то определенной точки. Привет, Сири! Проложу маршрут до города Канаж. Прокладываю маршрут до пункта Канаж. Маршрут провожен 84 километра. Беступенчатая автоматическая коробка передач доступна для Lada X-Ray Cross, начиная уже с базовой комплектации Classic с пакетом Optima. Разработчики надеются, новая комплектация кроссовера придется по душе автолюбителям и поможет сделать время в пути более комфортным и приятным. О самых интересных спортивных состязаниях расскажем в нашей традиционной афише. На базе Центра развития маунтинбайка в эти выходные соберутся лучшие юные велосипедисты страны. Там пройдут финальные соревнования девятой летней спартакиады учащихся по велоспорту. Наблюдать за заездами можно будет на протяжении трех дней. Торжественное открытие намечено на завтра в 10 часов утра. А в Новочебоксарске в рамках спартакиады пройдут соревнования по тэквондо. За звание лучшего будут бороться юноши и девушки 15 и 17 лет. Торжественное открытие соревнований состоится в субботу в школе Олимпийского резерва номер 3 в 12.30. Кроме этого в спортивной школе по конному спорту пройдут соревнования по конкуру. Начало состязаний в субботу в 10.00. Однако главным спортивным событием этой недели стал 100-й чемпионат России по легкой атлетике, что проходит в Чебоксарах на стадионе Олимпийский. Мы разыгрываем два пригласительных на этот праздник спорта. Получит их тот, кто первым правильно ответит на вопрос, в каком городе проходил предыдущий чемпионат России по легкой атлетике. А у меня на этом все. Ну а завтра, завтра будет новый день.